Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова предлагаю уделить несколько минут вашего времени, чтобы проанализировать ту фундаментальную ситуацию, которая сложилась в рамках прошлых торгов, то есть в начале недели. Начнем мы традиционно с той динамики, которую показывает черное золото. И здесь есть, конечно же, чему радоваться. В частности, мы дождались коррекционного отката по бренду, и хорошо то, что он очень активно продолжается и в рамках текущей азиатской торговой сессии. Но не будем, конечно же, особо чрезмерно оптимистичны, все-таки, чтобы не сглазить, поскольку стоит нам обозначить возможности для дальнейшего снижения, как бренд чудом находятся факторы, которые способствуют тому, что этот актив забирается выше. Не хочу каркать, все-таки, надеюсь, то, что вчерашнее ослабление и ту коррекционную динамику, которую мы наблюдаем сегодня, оно, прежде всего, связано с тем, что трейдеры, наконец-таки, стали обращать внимание на тот фундамент, который был на рынке медвежим и, наконец-таки, стал проявлять себя во всей красе. Почему снижается бренд? Стоит отметить, что на, опять же, лидерские позиции медведей сейчас могла повлиять статистика по количеству боровых в США. Вы помните, что на прошлой неделе, по данным Беккер-Хаджес, количество платформ увеличилось с 330 до 341, то есть плюс 11, что может при сохранении подобной тенденции, соответственно, привести к росту объема производства и в США. А следующий момент – это рост выработки нефти углеводорода в рамках ближневосточного картеля ОПЕК. И здесь отдельное спасибо Ирану и Саудовской Аравии, которые в складчину, по сути, обеспечили прирост больше, чем в 200 тысяч, соответственно, баррелей в сутки. Но мы понимаем то, что дальнейший рост – это вопрос самого ближайшего времени, поскольку осознаем то, что цели для Ирана по выработке, они находятся гораздо выше текущих значений. Нигерия, которая больше месяца назад выступала одним из факторов поддержки для черного золота, поскольку из-за продолжения бестокновения мы констатировали спад производства, сейчас уже не является поддерживающим новостным фактором. Поскольку ситуацию удалось взять под контроль, соответственно, сейчас регулярным войскам удалось навести порядок, нефти, газовые, буровые, собственно, функционируют прежним, по сути, с прежней загрузкой. И это позволяет нам сделать ставку на то, что объемы производства будут постепенно расти, и мы сможем увидеть возобновление планки добычи до прежних уровней 1,8 миллионов баррелей в сутки. Сейчас, чтобы поддержать идею, которая указывает на то, что производство растет, за прошлую неделю плюс 75 тысяч баррелей. Это неплохо. Действительно, при сохранении подобных темпов, ну, если уж чуть больше еще будет, тогда точно до конца 2016 года в Нигерии снова будет планка в 1,8 достигнута. Ну и, безусловно, тот фактор, который остается, может быть, даже определяющим для долгосрочного ослабления нефти, это неизвестно, каким последствием приведет факт выхода Англии из состава ЕС. Но то, что это повлияет на темпы экономического роста, совершенно очевидно. Мы готовимся к спаду по многим регуляторам и понимаем то, что, в принципе, это вполне логично и реально. Если просядут экономики, значит, снизится и спрос на сырье, что поддержит короткие сделки и станет причиной постепенного смещения брента в район, ну, как минимум, 45 долларов за баррель. Сегодня у нас данные по Минэнерго США, точнее, администрации аналитической информации ОПИ. В частности, мы следим за объемами производства нефти, точнее, за запасами. И отталкиваемся от этой статистики, чтобы понять, насколько сейчас смотрится, опять же, сектор энергии в рамках американской экономики. И мы хотим, собственно, учитывая рост количества буровых и понимая, что и сезонные факторы присутствуют, понять, все-таки стоит ли нам настраиваться на то, что в ближайшее время в США объемы добычи начнут сокращаться. В любом случае, ждем статистику. Я советую не делать на нее особую ставку, поскольку даже если очередной прирост свершится, это вполне логично, поскольку летние периоды – это сезон повышенного спроса на энергосырье, то есть на бензин. И, разумеется, снижаются и сырьевые активы. Поэтому у нас короткая сделка сохраняется. Я надеюсь, что та коррекция, которую мы наблюдаем на азиатской торговой сессии, будет продолжена и дальше. И мы сможем закрыть очередную сессию со снижением. И, надеюсь, очень нескоро увидим снова попытку Brent пробраться выше сопротивления 51,5 долларов за баррель. Российская валюта против доллара. 64,07. Учитывая ослабление нефти, я думаю, что рубль еще не до конца дисконтировал собственные стоимости. Опять же, слабости стоимости черного золота. И если допустить, что есть временная задержка, то сегодня мы сможем увидеть повышательную динамику американца против доллара и уход пары в район 65. Я снова призываю вас, уважаемые трейдеры, к тому, чтобы задуматься сейчас о занятии долгосрочных сделок по покупке валюты против рубля. Поскольку эти сделки могут обладать, возможно, одним из самых значительных потенциалов по прибыли. Если Brent в перспективе нескольких кварталов ближайших сможет снова оказаться в районе 40 долларов за баррель, вы должны понимать, что та же самая пара доллар-рубль будет снова стремиться в район 70 и выше. То есть, это потенциал прибыли от текущих значений больше 10% за очень короткий промежуток времени. Поэтому из новостного фона по рублю пока отметить нечего. Единственное, что, конечно же, улучшение геополитических настроений России и Сирии сейчас закладывается с точки зрения позитива и в расположении российской фондовой секции, поддерживает курсы национальной валюты. Но, помимо этого, определяющим все-таки выступает прежде всего нефть. Вот за ней мы следим, ставим на ослабление. Поэтому параллельно подтягиваем к такой же девальвации еще и курс российского валютного актива. Евро против доллара. Актуальные котировки сейчас 1.11.28. Вчера мы увидели, как пара снова претендовала на очень уверенное закрытие торговой сессии. Но даже несмотря на то, что даже по факту дня мы все-таки увидели прирост, он оказался несущественным. И мы видим то, что евро сегодня даже находится под давлением. И, быть может, это как раз начало постепенного ухода пары в район ближайшей поддержки 1.10. Почему спрос на евро вчера вырос? Я думаю, что это было связано точно с таким же новостным фоном, который мы наблюдали на закрытии прошлой недели в пятницу. Когда вышла статистика по индексам деловой активности производственной секции Германии и еврозоны. Статистика произошла ожидания, поддержала евро. Вчера у нас был отчет по индексу цен производителей. Напоминаю то, что этот индикатор – одна из компонентов показателей инфляции. И, в целом, индикатор CPI, индекс вытребительских цен, он имеет очень важное значение для монетарных властей еврозоны. Поскольку именно от дальнейшего индикатива, от показателей, собственно, этой статистики зависит подход и вероятность повышения экономических стимулов через снижение процентной ставки. Либо расширение программы количественного смягчения. В частности, вчера, судя по положительной реакции евро, стоит сделать логичный вывод о том, что статистика оказалась хорошей. Действительно, годовой максимум в месячном выражении прирост на 0,6% против прошлого спада на 0,3%. Годовой, несмотря на снижение на 3,9%, все равно это лучше прогноза. И ключевым фактором роста индекса потребительских цен через индекс цен производителей выступает сейчас восстановление цен на энергоносители. Но это очень сомнительный такой базис для индикатора. Если взять этот отчет в сухом остатке, вы поймете то, что без учета роста цен на энергоносители индекс цен производителей показал символичный прирост на 0,2%. Годовой так и остается на отрицательной территории. Поэтому обольщаться явно не стоит. Еще раз повторяю, что статистика, которая будет опубликована на этой неделе, может быть даже на следующей, это статистика, которая уже не отражает объективную картину начатого процесса распада Европейского Союза. Мы знаем о том, что случилось что-то плохое, но это плохое еще не до конца дисконтировано в реальных цифрах. И их мы будем наблюдать только через, ну, как минимум, наверное, квартал. И если уж хочется увидеть их во всей красе, придется подождать еще чуть больше. Но негативный настрой в любом случае существует. Тем более, что даже по самой скромной оценке прогнозов экономического восстановления Европейского Центрального Банка, ВВП Еврозоны может лишиться 0,5%. Я думаю, что ВВП Еврозоны может лишиться даже 1%. А поэтому у нас еще один аргумент в пользу того, чтобы ждать, преданно видеть то, что ЕЦБ не откажется от своей проактивной позиции. И, соответственно, все-таки анонсирует новый пакет экономических стимулов для национальной экономики. Когда это произойдет? Ну, это, конечно же, большой вопрос. Но я думаю, что это время уже не за горами. Нужно занимать правильную сейчас позицию. И эта правильная позиция на средний долгосрок уж точно предполагает ослабление европейского валютного актива. Фунт против американца. Сейчас торгуется на отметке 1,3250. Допускаю то, что моха снизится еще сильнее. Мы видим то, что давление на британца сохраняется. Вчера, вроде бы как, большую часть торговой сессии фунта демонстрировал очень неплохие бычьи амбиции. Но все-таки закрытие далеко от локальных хайлов на отметке 1,3280. А хай был практически на 60 пунктов выше. 1,3340. Фунт снижается, реагируя на множество причин, которые указывают на то, что он остается аутсайдером. Это факт выхода анги из состава ЕС. Слабая статистика. Вчера, собственно, вышел отчет по индексу активности в строительном секторе. Индикатор указал на спад ниже 50. Если прошлая оценка указывала на то, что сектор держался на уровне 51,2, то сейчас уже 46. Я думаю, что плохой отчет по строительному сектору, недостаточно сильный по производственному, создает для нас хорошее основание ожидать, что и сегодня сфера услуг, которая является ключевой для британского региона, так же, как и для других развитых рынков, будет не порадовать нас хорошими цифрами и может, напротив, только усилить давление на британский валютный актив. Помимо слабой статистики, по-прежнему на рынке присутствует резонанс последних комментариев Карни о том, что уже на следующем заседании Банка Англии может быть принято решение о дополнительных стимулах. Я как раз думаю, что Банк Англии может оказаться первым из развитых площадок, на которые мы в последнее время обращали внимание, которые снова прибегнут к новым раундам экономического стимулирования. Хотя допускают также, что вперед может вырваться еще Банк Японии, уже по итогам следующего заседания. Продолжаем следить, поскольку ожидаем в целом мягкий подтекст и делаем вывод о том, что смягчение экономической политики это негативный фактор для национальной валюты. Фонд еще точно не увидел своих минимальных уровней и дно еще не достигнуто. Поэтому я снова призываю вас к тому, чтобы либо уже занимать короткие сделки, либо искать возможности уровней, которые позволят встать на продажу в соответствии с актуальным новостным фоном на более приемлемых и доступных ценовых значениях. Хотя я думаю, что даже текущий уровень является привлекательным. Цель остается прежним, это как минимум тестирование поддержки 1.30, но на большее пока давайте замахиваться не будем. Доллар японская иена. Консолидация рядом с уровнем 102.50 продолжалась. Сейчас мы видели даже сегодня, пара коснулась отметки 102. Американец теряет против японской валюты, но не сильно. В целом диапазон хода 112-113 он держится в течение длительного периода времени. И мы понимаем, что нужен дополнительный катализатор, который позволит паре прорваться либо выше, либо ниже. Но про ниже я даже не хочу говорить. И если действительно есть потребность в таком новостном стимуле, то он будет на этой неделе. Потому что буквально завтра у нас протоколы ФРС и в пятницу Non-Farm Perils главный отчет по состоянию американского рынка труда. Оба этих релиза могут оказать серьезнейшее влияние на американца. И я настраиваюсь на то, что доллар в этот раз дождется бычьей поддержки. Вы помните, что прошлый отчет по Non-Farm Perils оказался очень плохим. Там количество новых рабочих мест, если мне не изменяет память, составило 37 тысяч. То есть это просто катастрофический провал. Но там были причины такого сезонного характера. Хотя это неправильно будет говорить сезонного характера. Форс-мажорного. Здесь уже будет более яснее. В компании Verizon в тот момент проходила серьезная запастовка. В частности, из показателя по количеству новых рабочих мест выпало порядка 50 тысяч. И учитывая то, что сейчас ситуация уже нормализована, я думаю, что мы как минимум увидим по версии ADP прирост свыше 100 тысяч. А Non-Farm Perils, официальная статистика и Министерство труда только подтвердит факт того, что американский сектор экономики, рынок труда продолжает восстанавливаться. Напоминаю то, что нас интересует также индикатор роста зарубных плат, поскольку он будет подстегивать индекс потребительских цен. Что касается оппонента доллара японской валюты, здесь я также отмечаю очень хороший потенциал для ослабления иены, поскольку с учетом последних слухов, которые фигурируют на рынке, до выборов Банк Японии может рассмотреть возможности расширения экономических стимулов. И вчера, собственно, в интервью Financial Times бывший член комитета Банка Японии, Серая, отметил то, что дальнейшее укрепление иены серьезное, маловероятно. И если уж каким-то чудом пара USD иена снова пойдет к отметке 100 иен за доллар, там уже стоит будет рассчитывать на то, что в игру вмешается Банк Японии с валютными интервенциями, потому что крепче японская валюта национальным производителям явно не нужна. Поэтому складываем весь новостной фон, ожидаем хорошие цифры по, соответственно, американскому рынку труда. Сегодня ждем поддержки также фундаментального характера по производственным заказам. Этот отчет будет публикован в 17.00 по московскому времени. Ждем экономические стимулы дополнительные, чтобы поддержать экономику со стороны Банка Японии. И в целом это создает как раз условия для роста пары USD иена. То, что этот тандем валютных активов сейчас торгуется рядом с поддержкой 102, это только хорошая возможность, чтобы занять длинную сделку с возможностью ухода в район 105 иен за доллар. Также хотел отметить еще австралийца против доллара. Сегодня утром, как вы знаете, была опубликована процентная ставка и сопроводительное заявление со стороны Резервного банка Австралии. Процентная ставка так и осталась на прежнем уровне 1,75%. Что касается сопроводительного заявления, стало ясно то, что австралийский регулятор сейчас смещается в сторону уже оценки не инфляции, а текущие экономические конъюнтуры понимают то, что снижение ставки это, скорее всего, неизбежно. Уже может быть по итогам следующего заседания. Поэтому трейдеры, осознав, что более регулятор не ориентируется на инфляцию, решили сегодня уже не покупать австралийца против доллара и напротив мы увидели распродажи. В моменте, там буквально за очень короткий промежуток времени после публикации ставки, австралийц лишился около 50 пунктов. Сейчас торгуется на отметке 0,7510, но я думаю, что закрытие сегодняшнего дня состоится ниже поддержки 0,75. И мы, наконец-таки, станем ближе к нашей цели, которая находится на уровне 0,70. Новозеландская валюта 0,7197. В принципе, так же, как и днем ранее, особенно, в принципе, динамика не изменилась. USDCAT торгуется на уровне 1,2879. USDCAT 0,9715. И здесь по-прежнему основным ценовым ориентиром выступают приоритетные значения. Из важных отчетов сегодняшнего дня, сектор услуга Англии в 11.30 по московскому времени, практически через час 45, последите за этим релизом, ждем слабую цифру и ждем дополнительного давления на фунт, что может ускорить снижение пары в районе 1.31 пары фунт-доллар. В 13 выступление Карни, я надеюсь, что и в этот раз он порадует трейдеров намеками на доп-стиму уже по итогам следующего заседания. И если действительно наши ожидания оправдаются, то допускаю, что уже до конца даже сегодняшней торговой сессии мы сможем добраться до отметки 1, соответственно, так, секундочку, до отметки 1.31. И в 17.00 по московскому времени производственные заказы по США ждем поддержки для доллара и, наконец-таки, реанимация интереса к американцу против иены. То есть, ждем, чтобы пара оттолкнулась от поддержки 102 и оказалась повыше. Кодовать слово на сегодня фунта. Приурочим его к главному фундаментальному персонажу. Величина бонуса на пополнение 16%. Напоминаю то, что действует он до следующего брифинга, который состоится завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Есть возможность, собственно, наблюдать его в прямом эфире. Ну, а для тех, кто смотрит запись, не забывайте, канал на YouTube с большим количеством видеоконтента вам всегда доступен. Подписывайтесь на него и оставляйте ваши лайки и комментарии. На этом все. Большое спасибо за внимание. Увидимся на завтрашнем брифинге. Всего доброго. До свидания.